Информация об игре про космос, разрабатываемой студией Квазар, впервые появилась года два назад. Тогда проект назывался Anosta Discovery Beyond и принадлежал к жанру масштабных RPG с обширным игровым миром. Кадры из этой игры вы сейчас и наблюдаете. Однако со временем планы студии изменились и ролевуха была отложена до лучших времен. Вместо нее команда взялась за другой проект – космосим под названием Хроники Тарп – Призраки Звезд. С Anosta его объединяет игровая вселенная, в которой происходят события обеих игр. Так что Хроники можно считать не только интересным космическим экшеном, каковым игра является, но и своеобразным проводником Мир Тарп, наготавливающим игрока к сюжету Anosta. Однако пока говорить о нарождающемся сериале рановато, поэтому лучше расскажем о том, что предлагают игроку Хроники Тарп. В отличие от Одинессовской «Завтра войны», у Хроник нет книжного первоисточника, проданного сотнями тысяч экземпляров. Однако сюжет игры не перестает от этого быть интересным и захватывающим. Основы истории, как и манеры ее подачи, взяты из уважаемой всеми любителями космоса стратегии Homeworld. Как и там, в Хрониках Тарп есть корабль «Матка», оказавшийся в результате неудачного гиперпрыжка черт знает где, и теперь ищущий путь в родные края. Но поскольку напрямую прыгнуть обратно невозможно, нашему крейсеру Толестера приходится скакать от системы к системе, следуя заброшенные уголки космоса и воюя с различными врагами. Вернее, воевать с ними придется не самому крейсеру, а истребительным сопровождением, пилотом одного из которых и является наш Альтер-Эго. Сюжет игры подается при помощи стильных черно-белых и мурганских роликов, а также заставок на игровом движке и переговоров пилотов друг с другом и с базой. Те, кто играл в Wing Commander, сразу же почувствуют себя как дома, увидев эти постоянно всплывающие вверху экрана говорящие головы персонажей. И хотя иногда в полубой обилие сообщений или не к месту начатой сюжетной переговоры могут действовать на нерву, в большинстве случаев полтовню неописи слушать бывает интересно. Благодаря ей нам раскрываются характеры наших напарников и объясняются следующие цели проходения миссии. Миссии в Хрониках ТАР-9 Однако, вернее было бы говорить о 27, ибо каждая из миссий разбита на три части, между которыми корабль и игрока автоматически чиниться, хотя и без залета в ангар. Выполнение поставленных перед нами задач сложности не вызывают. Нам только и надо, что следовать за лидером звена Омега-1 и выполнять его указания, исправно уничтожая появляющиеся на горизонте силы противника. Если надо долететь куда-то, эта точка будет помечена в лейпоинт. Если сопроводить транспорт, то его местоположению всегда можно посвятить специальной кнопкой. Отдельная кнопка, предусмотренная для переключения камеры, изначально расположенная за кораблем, в режиме первого лица, то есть из копейки. Но при таком варианте игры, расстояние до вражеских лоханок визуально искажается, и вовремя реагировать на их действия получается с трудом. Так что летать лучше все же от третьего лица. Бой в Хрониках Тар обставлен в лучших традициях и жанрах. Как только звено неприятельских истребителей подлетает к нашему, начинается знакомая любому космосильщику хаотичная ловля прицела, убегающего за край экрана неприятельского корабля. Чаще всего противник предпочитает брать числом, а не ловкостью или толстым хитпоинтом, поэтому вынос одного истребителя противника несложен. Другое дело, что истребителей этих бывает довольно много, и к ним то и дело присоединяются более мощные, потому опасные ганшипы. Вопрос защиты истребителя главгероя решен интересным способом. Если нам на хвост садятся сразу несколько истребителей противника и начинают что из сил долбать по щиту, всегда можно уйти в специальный режим защиты. В нем энергия пушек пополняется в два раза медленнее, высота и регенерация щитов вырастает вдвое, если не больше. Учитывая, что в защитном режиме никто не запрещает выпускать ракеты, эту особенность можно использовать себе во благо, быстро избавляясь в начале боя от численного превосходства противника без особой угрозы для собственной жизни. Между миссиями игроку тоже есть чем заняться. В каюте, где пилот отдыхает между вылетами, можно почитать записи в дневнике. Далее можно изучить небольшой раздел энциклопедии, поясняющий под оплеку игровой вселенной Тар, и посмотреть детальную статистику своих достижений за время кампании. Из каюты мы попадаем в ангар, где происходит предполетная подготовка нашего истребителя. Здесь нам даются широкие возможности по замене основных компонентов корабля, его корпуса, брони, генератора энергии и движков. Доступных запчастей очень много, и все они не только изменяют внешний вид истребителя, но и прямым образом влияют на его жизнестойкость и эффективность в бою. Для ленивых предусмотрены стандартные типы кораблей, но они далеко не самые эффективные. Грамотный тюнинг позволяет собрать себе в ангаре настоящего монстра. Из ангара можно перейти в мастерскую, где ушлый механик Талестра готов разобрать указанные нами узлы на составляющие компоненты, чтобы потом превратить их в полезные в хозяйстве бонусные девайсы. Настройки этих бонусных девайсов очень гибкие, и если у вас хватит компонентов, можно собрать пару агрегатов, которые изрядно облегчат дальнейшее прохождение игры. Космос в Трониках Тарс совсем не выглядит пустым и безжизненным. На заднем плане почти всегда полно объектов, будь то планеты, обломки станций или какие-нибудь астероиды. К сожалению, в игре почти нет сражений, завязанных на эти объекты. Упомянутые астероиды станции почти всегда находятся далеко от места боя, и использовать их, чтобы обмануть врага и уйти от его ракеты, невозможно. Но если функциональностью окружение похвастать не может, то живописности у секторов, в которых оказывается Талестра, хоть отбавляй. Космос в Хрониках Тар даже не пытается походить на настоящие, но ему это нисколько не мешает. Он просто красив, а что еще от него требуется? Хотя предлагаемый Хрониками Тар геймплей недостаточно разнообразен, чтобы конкурировать с Descent Free Space или Wind Commander, игра безусловно заслуживает пристального внимания. А если разработчики устранят хотя бы половину тех багов, что были в нашей предрелизной версии, то и покупки. Впрочем, вы можете установить демо-версию Хроник Тар с нашего диска и самостоятельно определиться, по душе вам этот космосим или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok